В первый же день специальные военные операции члены общественной палаты, долго не думая, и приступили к работе. На своей базе организовали пункт сбора гуманитарной помощи. Сначала для людей, которые остались в Луганской и Донецкой народных республиках, а затем для беженцев, которые переселились в Ленинский городской округ. Сегодня приоритетная задача поддержать военнослужащих и их семьи. Мы прекрасно понимаем, что у каждой семьи есть какие-то точные моменты, которые в любом случае уникальны. Для этого была создана специальная база данных, которые нам дают доступ. И мы будем понимать, что если в какой-то семье в каком-то моменте требуется поддержка, которая не может организовать по каким-то причинам администрации или что-то, или не получается у них, и требуется включение общественников, волонтера, то мы эти вопросы будем брать на контроль и самостоятельно искать поиск их решений и помощи. Работу членов общественной палаты и привлеченных волонтеров оценили на самом высоком уровне. Сегодня в здании администрации муниципалитета состоялось торжественное награждение. Грамоты и благодарности вручал глава Ленинского городского округа Алексей Спасский. Волонтерство за последние три года очень плотно вошло в нашу жизнь. Если раньше это было что-то, может быть, не то что чрезвычайное или что-то такое из себя, то сейчас мы понимаем, что оно практически в каждом моменте нашей жизни. Спасибо. Повторюсь, вы наши герои. Среди награжденный член общественной палаты Шамиль Гамзатов о своих заслугах предпочитает не распространяться. Говорит, просто не мог оставаться в стороне. Двигало им исключительно милосердие. Почетная грамота главы говорит о том, что работаем правильно, работаем в правильном направлении, вместе с общественной палатой, как и являюсь членом общественной палаты. Я считаю, что это прорыв в хорошее будущее. Волонтерский штаб Ленинского округа – один из самых масштабных и активных в области. Это отметил и председатель Совета депутатов муниципалитета Станислав Радченко, который тоже сегодня поблагодарил общественников. Победа будет за нами. Мы как раз должны и обязаны сделать максимально от нас зависящее, для того, чтобы нашим ребятам, людям, которые за чертой мирной жизни находятся, было полегче. Сбор помощи продолжается, а к нему подключается все больше неравнодушных жителей округа. Это даже долг, наверное, каждого жителя, не просто там депутата или человека, который имеет какое-то отношение к общественной жизни нашего округа. Это долг каждого жителя – помочь тому, кому сейчас трудно приходится. И люди, оказавшиеся за чертой действительно мирной жизни, они оказались в очень страшном положении. Их надо было поддержать, оказать помощь, правильно направить, сориентировать. Сегодняшнее награждение – лишь небольшая передышка от ежедневного напряженного труда на благо людей. Юлия Погосян, Александр Логинов, Ирина Кошлева. ВиднетВ.